Привет! И сегодня мы сделаем мега полезные ореховые батончики. Для того, чтобы приготовить эти батончики, вы можете использовать абсолютно любые олежки, которые вы любите, вам нравятся. Здесь вот в посуду мы уже насыпали овсянку, семечки подсолнечника, семечки тыквенные, арахис соленый, так как арахис соленый, мы больше массу солить не будем. Но если вы не будете использовать арахис соленый или вообще какие-то соленые орешки, тогда посыпьте еще немножко соли. Вот, и у нас здесь еще кунжутные семечки и сушеная клюква. В общем, все самое мелкое у нас уже здесь в тарелке готово. Вот, более крупные орешки у меня здесь на доске, и сейчас нужно их немножко порубить. Я положила в пиалу кокосовое масло и масло какао, и сейчас растоплю его в микроволновую печи и налью на нашу ореховую смесь. Они очень ароматные, вкусные и придадут просто невероятную пикантность нашим батончикам. Если у вас этих масел нет, ничего страшного, вы можете заменить абсолютно любым, даже растительным. Сейчас у меня здесь смесь двух масел, кокосового и масла какао. Вы не представляете, как они пахнут. Такое впечатление, как будто вот шоколадка Баунти, кокосовый шоколад. И наливаем масло на наши орешки. И сюда же отправляем мы мед. Также вы можете вместо меда использовать кленовый сироп, рисовый сироп, какой угодный. Или просто сахарный сироп, кому как нравится. Если пергамент вас не слушается, вы его просто помните, пожмякайте и распределите. Тогда он будет держать форму. Как вот видите, амунмяты я сделала. И отправляем в духовку на 20 минут на 160 градусов. Вы можете приготовить из этого как гранолу, так и вот такие вот бары, которые очень рассыпчатые. Они вы не сломаете свои зубы. И можно их упаковать вот в такие вот кулечки. И взять с собой как снеки. Это будет у вас здоровый перекус. Он fertig. Я так хочу сделать! И взращивай в пол. Я такая вот кому-то. Просто добавляем с головой растений. Мット Across, товар Jun. cióвием другая растения. Н nouveauxвигательств. Его размер выберем. Я demost insecure. Я думаю,you того, Gluten танки с Work. Ага, я понимаю. Субтитры подогнал «Симон»